Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назари. Сегодняшний наш выпуск хотелось бы начать словами моего знакомого священника о посте. Он говорит, когда идет пост, люди едят все подряд. Когда поста нет, люди начинают держать различные диеты. Так зачем изобретать велосипед, когда в церкви все уже давно есть? Действительно, порой бывает так, что на вопрос о посте человек отвечает, что «Да я и так всю жизнь пощусь, я вегетарианец». Спрашиваешь человека, а почему ты стал вегетарианцем? Он говорит, я очень люблю животных, мне их жалко, что с ними так поступают, вот поэтому я решил полностью отказаться от мяса. И действительно возникает вопрос, а в чем же тогда отличие между постом и диетой, или вегетарианством отказа от мяса? Может быть, и разницы никакой нет? И вообще, как православному христианину нужно относиться к животным? Об этом мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, клириком храма в честь Сретения Господня города Самары, отцом Павлом Куренком. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Истин Назарий. Отец Павел, расскажите, есть ли различия между постом и диетой, или, например, вегетарианством? Ну, это такой частый вопрос для новоначальных, то есть, когда человек приходит в храм, как отец Назарий правильно сказал, что он начинает о чем думать, что вот, да, я всю жизнь пащусь. Это как разговор Антония Великого, бес с Антонием Великим говорил, что вот ты, Антоний, постишься, а я всю жизнь там ничего не ем, да. Если вот в этой стезе говорить, то человек просто не видит на самом деле разницу. Тут вопрос нужно, наверное, ставить о цели, цели христианского поста и цели диеты, да, то есть мы с вами так устроены, что, к сожалению, есть некоторые проблемы по здоровью у людей, и врач там приписывает или там пишет там определенный рецепт, как человек там, какие продукты он может вкушать, какие он может не вкушать, да, и говоря даже о христианском посте, мы порой сталкиваемся с теми ситуациями, когда христианин не может соблюсти пост в полной мере, поскольку у него есть определенные показания от врача, там он принимает, например, ему антибиотики, делает курс антибиотиков, и не вкушая молочный продукт, он рискует там, ну, повредить своему здоровью больше, да. То есть на время его лечения он от поста немного ступает, я имею в виду от телесного поста, а духовный пост, он, конечно, стремится исполнять. Вот. Если говорить о диете, диета, она призвана на поддержание здоровья, там, исключение определенных видов, там, пищи, наоборот, заменение, там, определенного вида пищи на такой вид пищи, который ему позволяет по здоровью, да, вот. И, соответственно, пост – это духовная цель, когда христианин должен проститься, поститься ради Бога и проститься ради своей христианской души для того, чтобы более духовно возделывать себя в этом плане. Поэтому, если говорить в таком понимании между просто телесным уровнем, то пост и диета почти одинаковы в плане того, что человек и там, и здесь воздерживается от еды, но диета на этом завершается. У нее нет духовного какого-то сопровождения. Но если, конечно, взять какие-то, там, мистические, там, практики, там, какого-то, там, не знаю, течения, там, где философия какая-то подкидывается туда, и вот человек начинает в этом плане, там, придерживаться каких-то вещей, то вопрос вообще встает. Ты же христианин. Ты не должен удаляться какие-то, там, языческие учения. Нет, ну, здесь у вегетарианцев вполне такие христианские мотивы, что любовь к творению, то есть любовь к животным, именно поэтому мы отказываемся от того, чтобы вкушать мясо. Разве вот здесь вот нет пересечения? Ну, все-таки мы с вами православные христиане, прежде всего, мы не можем говорить о всех и обо вся. Мы, наверное, применим сейчас, применим и говорим о православных христианах, как им здесь в этой ситуации поступать. Вот в Ветхом Завете, если мы обратимся в Ветхом Завете, вот в книге Левит, там написано, что какие животные являются чистыми, какими нечистыми, каких животных там можно употреблять в пищу. То есть об этом мы вообще можем говорить о том, что Священное Писание нам, Господь нам через Священное Писание разрешает вкушение животных, да. Но если вот, я не знаю, какие-то моменты у человека личные, не христианские, а сугубо личные там, ну, не хочет он вкушать там животных там и так далее, но это вопрос его личного выбора. То есть христианин может быть вегетарианцем, здесь как бы препятствий нет никаких. Вегетарианство, если все-таки там подводится какая-то определенная философия, связанная с какими-то религиозными течениями, же бывает так, что не всегда вегетарианец это тот человек, который просто не ест животных. А бывает же такой момент, что человек там придерживается определенной традиции, он сначала отказывается от вкушения животных вообще, потом он начинает смотреть как там на растительную пищу, то есть как на деревья, тоже как на творение Бога. То есть не в том, даже не в христианском смысле, а вообще там Бог во всем вот это вот представление, что вот, да, начинает вот это не вкушать. А потом уже философское течение его ведет к тому, что полный отказ от пищи, да, то есть там, ну, к этому, если вот к этому ведет, здесь вот и в этой ситуации христианин не может быть вегетарианцем, в этом ключе. А в том, что если человек там заботится о творении Божии, и вот для него чисто по-человечески неприемлемо в этом понимании-то, ну, не хочет он вкушать мясо, но это его право как бы вот в этом понимании. То есть если это не связано с какым-то религиозным течением, которое уведет человека от истины, а мы с вами... То есть важна мотивация, что стоит... Вкладываешь, да, вот непосредственно в свое делание. Если ты вкладываешь именно заботу о творении Божии, то и для тебя это, ну, в каком плане, что, ну, бывает человек, что он не может есть животных не потому, что там он как-то там заботится, не заботится, он просто брезгит этой пищей, потому что он, ну, чисто на таком биологическом моменте он не может ее вкусить. Не психологическом, а вот там, ну, не знаю, ну, у каждого есть определенный свой вкус, он, например, кто-то вот, например, не может есть молоко, на что ему там плохо пахнет, оно там... Ну, бывает, у всех есть свои вкусовые предпочтения какие-то, да. Вкусовые предпочтения, да, то есть, а в том понимании, что мы... И опять же, вопрос-то это вопрос, там, убийства животных, да, вот, опять здесь вопрос с целью. Мы ни в коем случае не должны издеваться над животными. Вот, да, это как раз-таки был следующий вопрос, то есть, может христианин быть вегетарианцем, но стоит вопрос мотивации, то есть, что стоит за этим твоим желанием стать вегетарианцем, и опять же, нет ли какой-то философской подоплеки, духовного учения, которое отводит тебя в сторону от вероучения православного, которое ведет тебя в сторону от Христа. Да. И, да, другой, как вы уже сказали, логичный вопрос, а как нам относиться к животным? Потому что вот вы привели цитату Ветхого Завета, где говорили о том, что Господь благословляет вкушение мяса животных. Как тогда вот это сочетать? Ведь у нас есть заповедь «Не убей». Можем ли мы эту заповедь отнести к животным? Получается, ежи, чтобы съесть, нужно сначала приготовить, как вот были. Ну, прежде всего, мы с вами должны определять заповеди, именно к заповедям, в каком понимании. Если обратиться к докологу, заповедям Ветхого Завета, мы с вами знаем, что они даны Богом через Моисея на двух каменных скрижалях. И одна скрижаль — это с первой по четвертой заповеди, как человек должен относиться к Богу. И вторая часть — как человек должен относиться к человеку. Вот. Здесь применимо заповедь «Не убей» в большей степени к человеку. Но это не значит, что человек не должен сохранять и любить творение Божие. Если мы обратимся к Евангелии, сам Христос говорит о заботе о животных, как о братьях наших меньших. Поэтому в том, что у нас с вами дома живут кошки, собаки, я имею в виду нормальные человеческие питомцы, животные с нами живут, в этом мы как раз с вами проявляем о них заботу. Но вопрос остается в том, что человек вынужден вкушать говядину, свинину. И вот в этом понимание, что человеку разрешено вкушать. Если обратимся к Ветхому завету, там, конечно, есть определенные запрещения на определенные виды животных. Но как толкователи Писания объясняют об этом, они говорят о том, что когда Израиль размножился в Египте, а у египтян, ну, какая была вера, они бы же стреляли в животных. И поэтому нужно было четко разграничить животных, чистых от нечистых, чтобы Израиль не вернулся на поклонение опять к этому поклонству. Поэтому, что, может быть, написано было для израильтян и Ветхого завета, не совсем применимо, наверное, к нам, но отчасти нам разрешено вкушать животных. Но ограничений уже сейчас нет никаких, что вот этих животных можно, а этих животных нельзя. То есть сейчас нет уже таких ограничений. Ну, прям таких жестоких ограничений, как я понимаю, нет. Ну, свинину сейчас вкушаем, да, то есть, ну, если брать Ветхий завет, свинья считалась нечистым животным. Ну, Ветхий завет, да, мы все... В этом плане, да, и в этом плане таких ограничений нет. Но опять говорю, мотивации. Вот очень часто, ну, и сейчас уже, слава богу, эта тема уже сошла на нет. Но помните, как-то по телевидению и по интернету были случаи, когда подростки издевались над животными. Снимали это все на видео, там, убивали котят, да, то есть вот это все снимали и это все выкладывали. Даже, мне кажется, какое-то уголовное дело было заведено, помните, наверное, где-то год назад это все было. Ну, я помню, что были инциденты такие. Да, были инциденты. Вот в этом понимании не должны христиане так относиться к животным. Вот. То есть забота должна быть... То есть вот в этой мотивации не должна быть. Блажен и же из кота милует. Да. Понятно. То есть там, где стоит вопрос выживания, да, где стоит вопрос необходимости, да, безопасности в том числе человека. Да, если человек угрожает, например, там... Ну, конечно, можно утрировать и говорить про животного из красного книги. И когда это животное из красной книги хочет съесть твоего ребенка, и у тебя встает вопрос, защитить своего ребенка или защитить животное из красной книги, ну, наверное, здесь... Вопрос как-то оказался рядом с животным из красной книги, скорее бы, и более... Ну, я говорю, если утрировать, да, ну, если в обычной нашей повседневной жизни, ну, не издевайся над животными. Конечно, конечно. Любовь, любовь ко всему, это как раз-таки образ божественной любви также ко всему своему творению. А как, отец Павел, относиться, например, к убийстве животных ради развлечения? Ну, к охоте, например. Вот охота не в том плане, как раньше, да, ради действительно люди шли, там, рисковали своими жизнями, человек мог погибнуть на охоте. А вот, ну, просто ради развлечения. Как вот христианину в таком случае поступать? Ну, для меня этот вопрос в полной мере даже не решен в этом понимании. Раньше, да, действительно стоял вопрос о том, что человек там, на самом деле, у него стоял вопрос, будет ли у него завтрашний день, конечно же, чем он накормит свою семью, да, и выживет ли его семья дальше, да. Сейчас вопрос так остро не стоит, но все равно остались у нас с вами и охотники, ну, так если вот уж скорполозно погружаться, и рыболовы, да, то есть если уж там, вот, да, это глубоко углубляться. Ну, поэтому, ну, как если человек чисто это делает ради развлечений, ну, прям вот, я думаю, что это не совсем правильно. Не в том, что это прям там как-то запрещено или не запрещено, а в том плане, что бывает человек там, там, не знает какой-то меры, да, вот, например, вот, упаси Господи, я сейчас не хочу обвинять ни в чем рыболовов, да, но бывает так, что вот только лед встал, и вот рыболовы вышли на рыбалку, да, там, есть риск для здоровья человек, то есть вот для своего, вот это вот, ну, как это назвать больше хобби, отец Назарик? Ну, да, хобби, увлечение, да. То есть он пренебрегает даже инстинкт к самосохранению, да, и вот стремится поймать столько рыбы не для того, чтобы там накормить свою семью, или, например, там пойти и продать эту рыбу для того, чтобы эти деньги опять употребить на свою семью, там, на семью, на милостыню, да, то есть христианиножен и милостыней может заниматься, да, то есть разумной милостыней. А для того, чтобы у него там чисто спортивный интерес, а завтра, там, чем он там больше... Ну, бачка, здесь нужно быть аккуратным, здесь уже вы про святое, про рыбалку говорите. А что? Ну, что рыбалка для многих людей это такое дело, можно сказать, даже святое, поэтому... Нет, я говорю, господи, господи, я не хочу сейчас никого обидеть, я имею в виду, что во всем должна быть определенная мера. Просто если человек делает свое дело самоцелью этого всего, и там, я не знаю, там, даже вот убивает животных налево и направо для того, чтобы, ну, я не знаю, вот чем-то заняться, вот там, а я вот столько поймал, а я вот столько поймал, друг перед другом кичиться в этом, ну, это, наверное, не стоит. И опять говорю, этот вопрос, он такой, вопрос нерешенный. Здесь нельзя его, как сказать, что вот все охотники зло, все, братья сестры, продавайте свои ружья и больше не занимайтесь охотой. И не сказать про рыболовов тоже, там, это чаще всего люди на самом деле, тех рыбаков, которых я знаю, чаще всего они ловят рыбу, сами кушают, даже меня угощали и, собственно, и для продаж, чтобы свою семью содержать. Отец Павел, вот мы уже поняли, что животных нужно тоже любить, как и всякое творение Божие. Можно ли животных любить больше, чем людей? Потому что зачастую ты тоже сталкиваешься с такими вот мнениями, выражениями, что мне вот с животными проще, я их люблю, мне лучше находиться, значит, там, с кошками, с собаками, чем вообще общаться с людьми. Вообще животные гораздо лучше людей. Вот человек всю свою любовь, всю свою заботу отдает только животным, при этом как-то, наоборот, сторонится людей и, там, начинает давать человеческие имена животным. Это вот нормально вообще или нет для христианина? Ну, опять же, вот прямо сказать, вот делай так и не делай никак иначе, здесь в этой ситуации опять не разрешишь. Бывает ситуация, когда, например, человек слеп от рождения, и у него есть его собака-поводырь, да, то есть это его инструмент общения с миром. И наверняка, я не знаю, это мои предположения, да, что наверняка для этого человека та самая собака, которая с ним живет, она для него второе «я», по сути. То есть, ну, не в плане, что вот он прямо от этого второе «я», а это его метод взаимодействия с миром. И то, что он для него – это самое дорогое существо, которое редкость не находится. Близкий друг, да. Здесь нельзя в этом человека обвинить. Но другой момент, когда, например, вот, ну, давайте смоделируем такую ситуацию, вот, допустим, крепостное право, да, и у барина живут крестьяне, и у барина находится псарня, да, и вот когда и в твоем, в твоем почине, получается, находятся люди, и в твоем почине находятся собаки, да, и получается, если вот в этой ситуации ты о собаках нечешь большее попечения, чем нежели о твоих крепостных людях, которые там живут в условиях, которые даже человеческим нельзя там назвать, ну, то есть буквально люди, которые в твоем почине находятся, а не вот иническое существование. То есть здесь вот как-то вот больше о собаках там заботиться, чем нежели о людях, ну, наверное, неправильно в этой ситуации. Поэтому опять ситуация каждая индивидуальная. Если на самом деле человек слеп от рождения, для него это собака, это окно в мир, взаимодействие с людьми, для него это, конечно, это собака ближе, чем, ну, там, ну, конечно, так, может быть, неправильно поймете, чем там другой человек там с улицы, да, вот. Ну, а в том понимании, если ты заботишься и о людях, и о собаках, или там о кошках, или о ком-то, и ты больше там, я не знаю, уделяешь время именно животному, а не человеку, который находится в твоем подчинении, в твоем там каком-то руководстве, заботе в твоей нуждается. Это, наверное, неправильно. А не может здесь быть такого, что, ну, человек просто все-таки имеет какую-то гордыню личную, или, может быть, разуверился в других людях, потому что собака тебе никогда грубости не скажет, она тебя там не предаст, да, больно тебе не сделает, она всегда тебе рада, всегда будет только хвостиком махать, скажем так, подходить к тебе, тереться об тебя, и ты для нее всегда царь и бог. А с человеком такого не получится, человек может и предать, и обмануть, и где-то как-то тебя обидеть, может быть, как-то потеснить, и, конечно, человеку проще тогда закрыться от людей, сказать, вот, животное гораздо лучше, потому что они меня не обижают, делают все, что я хочу, и, скажем так, меня всегда уважают. С человеком такого как бы не получается. Не может ли здесь вот быть в такой, как бы вроде бы кажущейся любви к животным, какой-то скрытой гордыни, что человек просто не хочет над собой, на самом деле работать? Может такое быть? Немножечко пошучу. Отец Назарий, мне Господь послал такую кошку, что мне ближних проще любить, чем мою кошку. Ну, и поясню. Может быть, и наоборот. Ну, у меня кошка просто она сама по себе такая, что не любит из много лишнего человеческого внимания, поэтому там, чтобы она пришла, там, погладилась, там, ее погладить, это прямо вот что-то из ряда вон выходящее должно произойти. Вот. Но что здесь, могу сказать, и разные ситуации бывают в жизни людей, и бывает, что и человека, на самом деле, люди предают. Но это вопрос, опять, взаимоотношения человека-человек. А человек и животное – это другой уровень взаимоотношения, да. И касаемо, прежде всего, даже заповедей, мы говорим, заповеди ориентированы на взаимоотношения человека к Богу. И, опять же, даже в другом моменте Евангелия говорится о том, что что ты сделал для малого сего, ты сделал для меня. То есть даже заповеди отношения к человеку, она применяется в том, что как ты относишься к ближним, так ты относишься к Богу, да. Поэтому здесь, безусловно, мы о животных заботимся, печемся, и, соответственно, как-то любимых. Уместно ли им давать имена людские? Ну, наверное, неуместно, поскольку вот традиции наречения имени, мы с вами знаем, что всех людей мы называем, ну, православные люди называют своих детей в честь определенного святого, да. То есть посвящают определенному святому. Называть там Николаем собаку, ну, как-то, ну, не совсем христианск, не совсем по-христиански будет все выглядеть. Поэтому я думаю, что, наверное, как-то все равно какое-то абстрактное, но есть же вот там какие-то там клички, и какие можно дать. Даже неуместно называть даже именем там собаку, да. Есть же вот выражение, кличка дается, да. Так как вот человек, вернее, как человек обращается к собаке или кошке, она откликается. Кошка, кстати, вообще не откликается над клич. Это больше к собакам. Ну, к собакам больше, хотя и кошек можно надрессировать. Но все-таки мы приходим к тому, что все-таки любовь к человеку в первую очередь. Она в приоритете, да. То есть мы не должны, да, мы не можем отвернуться от человека и сказать, что вот мы любим только животных, а людей не любим. Все-таки заповедь Господь нам дал любить ближних, и уже от этой любви мы, соответственно, стараемся строить нашу жизнь. И вкратце, если можно, отец Павел, очень важный вопрос, который беспокоит дочитую многих людей. Попадут ли животные в Царство Небесное? Ну, что здесь можно сказать? Опять возвращаемся к устроению человека и устроению животного. Если человек состоит из тела души и духа, и, конечно же, некоторые святые ацы говорят о духе и душе человека, что это одно целое. Другие святые ацы говорят, что это разные составляющие. Ну, кто-то говорит, что дух – это вершина души, и кто-то говорит, что это отдельная составляющая. Для нас с вами не так принципиально. Мы понимаем, что благодаря Духу Божию, который Господь дал человеку, человек обретает свое бессмертие. То есть, отделяясь от тела, умирая, человек не лишается бытия, наследует или не наследует, к сожалению, жизнь вечную. В нашем случае, конечно, мы хотели бы, чтобы все люди наследовали жизнь вечную у Бога. Вот. Были рядом с Богом, а не в отдалении от Бога, в жизни вечной. Вот. Касаемо животных, мы с вами знаем, что весь мир творится для человека, и человек становится венцом творения Божия. И даже Адаму дается Божий Богословник назвать животных, да. И он возглавляет Адам, все творение Божие. Но, к сожалению, когда в мир человеческий вторгается грех, он нарушает всю эту природу. Конечно, мы с вами знаем, что такой вот библейский сюжет, когда и лев пребывает с теленком, да, в пророчествах сказано, и ребенок берет змею, и она его не жалит. Конечно, вот этот такой утопический момент, он применим, наверное, к грядущей будущей жизни, или к той жизни, когда человек был до греха падения. Сейчас мы с вами знаем, что вот нам книга Левит свидетельствует, вот, например, о животных, о их душе, вот. Потому что душа, тело в крови, я назначиваю вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь всю душу очищает. Но имеется в виду о том, что душа животного, по веткам завета, она принадлежит его крови. То есть, когда животное погибает, то вместе с ним погибает его душа. Но если вот прямо в таком моменте говорить, что и даже о цели приход в мир Спасителя Христос приходит именно к нам с вами, для того, чтобы нас с вами, каждого спасти. Ведь Христос на кресте проливает свою причистую кровь за каждого из нас с вами, дает нам Священное Писание, Евангелие, пример образ жизни каждого человека. Он дает не животным Евангелие, он приходит не для животных, для того, чтобы умереть на кресте, воскреснуть и вознести себя для нас с вами. Поэтому вот в этом ключе, если рассуждать и говорить, то как раз в той грядущей жизни животные, они не наследуют в этом понимании. Павел, вот вы упомянули о том, что лев с ягненком вместе будут, змея не будет жалеть, и сказали о том, что это применимо к будущей жизни и к той, что была. Действительно ли в Царстве Небесном не было хищных животных, и как, знаете, говорят, что и комары кровь не пили? Ну, как было все полностью, мы, конечно, с вами утверждать полноценно не можем. Мы основываемся на святоотеческом опыте, на Писании, на предании церкви. Мы можем говорить о том, что все было устроено для человека, и грех, он настолько извратил творение Божие, что и появились вот эти цепи питания. То, что там комара съедает лягушку, лягушку съедает сапля, сапля там стреляет в нее окотник. Ну, допустим, да, в этом понимании. Поэтому здесь, прежде всего, применимо говорить о том, что, к сожалению, грех отравил. Все сначала отравил человека, и то, что было верено человеку, оно тоже вышло из этого равновесия, вот этой гармонии в Боге. Ну, то есть, получается, да, мы можем говорить о том, что все животные были травоядными, находились в такой гармонии в равновесии. Ну, вопрос вообще встал, были ли они травоядные, если вот так вот рассуждать это. Ну, я имею в виду, что, прежде всего, это уже применимо к нашей современной жизнью, но и жизни, когда уже грех плотно вошел в жизнь человеческую, когда творение было отравлено человеческим грехом. И последний вопрос. Отец Павел, допустимо ли человеку, ну, скажем так, общаться с животными, разговаривать с ними, как-то делиться вообще своими эмоциями? Нет ли опять вот какого-то риска того, того, что человек, ну, скажем так, отдалится от других людей, от ближнего, и вот всецело все свое внимание будет уделять только животным? Ну, сложный вопрос. Мы же с вами говорим о том, что в жизни человека существует различная профессия. Например, есть люди, которые являются ветеринарами, они оказывают там помощь животным, да. Есть люди, которые там работают в питомниках, где живут животные, там, приюты, да. Вот. И, ну, как-то все равно, понятно, что мы должны с людьми общаться, и там, с близкими нашими, вот. Но бывает так, что человек психологически, но я не с позиции, сейчас, Вера, говорю, специалистического, психологической, там, например, вот у него есть домашний питомец, и он с ним общается, но не в том плане, что вот, а как ты провел лето, да. То есть в этом ключе животным невозможно поговорить, а в том плане, что все равно, ну, кошки не так, собаки, они больше как-то вот открыты там к пониманию человека, в плане того, что они могут понимать там команды определенные, то есть в этом плане, что там сидеть, лежать, стоять там, ну, это сейчас у нас животные, например, больше питомца, а если вот поехать в село, посмотреть там, собаку пустыхает, необходимый инструмент, там собака может целые стадо с собой вести там и вот там направлять, там какая-нибудь овечка от стада билась, там собака сбегала, там погавкала на нее, поваивала, и овечка в стадо вернулась, да, вот, поэтому тут сложно опять сказать, ну, понятно, что для нас, для христиан прежде всего ключевым моментом является человек, и вот это вот, конечно, у нас должна быть прежде всего христа-ориентированность, мы должны ориентироваться прежде всего на Бога, Но и человек как творение Божие, как венец творения Божия, как создан по образу и по подобию Божию. Поэтому здесь, в моем понимании, все-таки мы обращаем больше наше стремление и заботу к человеку, и общение должно быть к человеку. Собака-то или кошка, они могут просто побыть рядом, они эмоционально могут почувствовать, что человек там плохо, грустно, или что-то там, прижаться там к человеку. В этом-то ничего плохого нет. Нет, просто в том, что, например, человек пребывает в тяжкой депрессии, и он мог бы пойти пообщаться с психологом. Мы с вами знаем, у нас в Самаре есть батюшка, отец Максим Соколов, он возглавляет целый центр психологов, которые могут без вреда для веры человека, с позиции как собрата во Христе, постараться человеку объясниться в некоторых ситуациях. В этом плане будет более полезно, чем, нежели вот человек там замкнется в себе и будет себя эмоционально убивать. Спасибо, отец Павел. Будем любить всех, и людей, и животных, и в этом плане преображаться и подобляться в этой любви Богу. Спасибо, отец Павел. Спасибо, отец Павел. Дорогие друзья, напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте телеканала Самарагис, раздел, передача «Просто о вере». Мы с вами прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok